Судья штата Нью-Йорк отклонил предложение Дональда Трампа отложить запланированное на 2 октября судебное разбирательство по иску генерального прокурора штата Летиши Джеймс с просроченными сроками давности обвинениями о гражданском мошенничестве. Демократам просто необходимо лишить Трампа возможности заниматься предвыборной кампанией. Вот истинная причина этого судебного процесса. Трамп апеллировал, что судебный процесс следует отложить до трех недель после того, как судья Артур Энгарон вынес решение по запросам обеих сторон о вынесении упрощенных решений, некоторые направлены на победу по различным юридическим вопросам без необходимости судебного разбирательства путем денежного урегулирования. В своем заявлении в суде Трамп обвинил Джеймс в бессердечном игнорировании решения апелляционного суда 27 июня и также дополнил, что левая прокурор пыталась привлечь к делу множество фактов, которые были даже с истеченными сроками давности для судебного разбирательства. Ранее в этом году судья заявил, что дата судебного разбирательства, назначенная на 2 октября, не изменится, цитата, «будь то ад или паводок». В отдельном заявлении Трамп также попросил Джеймс отозвать то, что он называл ее легкомысленным ходатайством о наказании обвиняемых и адвокатов в размере 20 тысяч долларов за то, что они продолжают выдвигать аргументы, которые Энгарон отклонил. Джеймс предъявляет иск Трампу и его сыновьям Дональду Трампу-младшему и Эрику Трампу, а также другим за то, что они якобы завышали стоимость активов и годовой финансовой отчетности, чтобы получить более выгодные условия по кредитам и страхованию. Генеральный прокурор заявил, что это позволило Трампу увеличить свой собственный капитал на 2,23 миллиарда долларов и что он должен быть привлечен к ответственности за мошенничество еще даже до начала судебного разбирательства. Джеймс требует как минимум 250 миллионов долларов и запретить Трампу и его сыновьям вести семейный бизнес. Обвиняемые отрицают свое вину, а Трамп назвал дело Джеймса частью партийной охоты на ведьм. Попытки режима Байдена, который сам погряз в коррупции, но прокуроры игнорируют это, несмотря на наличие более чем доказательной базы даже в Конгрессе, косвенно также помогают тому, что Трамп имеет доминирующее преимущество на выборах президента от республиканской партии в 2024 году. Продолжение следует...